21 числа, как мы знаем, будет произойдет оглашение приговора участникам болотного отдела, узникам 6 мая, вернее первой части, я считаю нужным это сказать, потому что есть еще люди, которые находятся в заключении, у которых это еще все предстоит месяца, через 3-4, скорее всего, апрель-май, то есть учитывая все сроки, которые существуют, и которые будут в этом случае по максимуму, скорее всего, реализованы, то есть начато ознакомление только у вот этой второй части, я как бы тоже должен был начать знакомиться с делом перед Новым годом, и в силу известных причин мне не пришлось этим заниматься. Вот, и люди находятся до сих пор под прессом, как бы, до сих пор в неизвестности, и, конечно, у нас официально провидиции по болотному делу она вряд ли будет, но, тем не менее, естественно, приговор, который будет вынесен 21-го, он отразится и на этих людях тоже, и, скорее всего, они уже будут рассчитывать на какие-то конкретные ориентиры. Я думаю, что приговор будет не очень жестким, то есть я, более того, высказываю такую вот уверенность, вернее, не уверенность, а надежду, скорее, которой уверенности как раз нет в силу непредсказуемости принципиальной нашей системы, но надежду, что все-таки здравый смысл забладает, и, тем более, в разгар Олимпиады сажать людей, учитывая, что недавно прошла амнистия, и выпустить там 5 человек, а потом 8 человек посадить, это как минимум нелогично, и вряд ли это отвечает интересам развития системы. Но, повторю, система у нас действует далеко не всегда логично, ее жадный характер давно известен, вот механический характер вот этого подавления всего и вся, что подопадается на пути, поэтому далеко не обязательно, что развитие событий будет по этому сценарию, и я не исключаю такую возможность, все-таки, ребят, опасая, как бы это ни было неприятно. Я думаю, что большую роль в этом сыграет в том числе и гражданская активность, вот, если люди будут выходить, если будут люди выйдут в 21 числа к суду, и это в любом случае будет отмечено. Несмотря на то, что из зала сюда не видно, сколько там людей собралось, но я думаю, люди, которые отдают указания судье, абсолютно я уверен в том, что решение будет приниматься не судьей, будет приниматься намного выше, вот, они учитывают эти факторы, и та ситуация, которая, то есть, сложилась после амнистии вот этой знаменитой, что мне и за границей сообщали, и в России люди, которые стояли в пикетах, сообщали, что там они выходят на пикет, к ним подходят люди и говорят, а что вы стоите, всех выпустили уже, то есть амнистия же прошла. И удалось, да, в некоторой степени избавить градус вот этого вот интереса общественного. И, естественно, борьбу должна быть продолжена до момента, когда будут отпущены все узники 6 мая. Вот есть еще отдельное дело, выделенное Удальцово-Разважаево, которое недавно начато, вот сейчас предварительное слушание проходит, которое, скорее всего, вот, в отличие от той уверенности, которую я оказываю в отношении узников, вот, тех, которых сейчас будет приговор, что в отношении, что им не придется, грубо говоря, сидеть, да, так скажем, больше, чем они уже отсидели, то в отношении Сергея Удальцова и Леонида Разважаева, я боюсь, что приговор будет обвинительный. И нужны очень серьезные усилия гражданского общества, чтобы не допустить этого. Нужен серьезный протест. Конечно, с другой стороны, власть постоянно нам какие-то ситуации подбрасывает, чтобы не держать нас в напряжении. И таким образом социальный фон некий, да, он будет создан. Вопрос в том, конкретно люди как распорядятся этой ситуацией. То есть, важно, чтобы в сознание людей проникла одна простая вещь, что все вот эти частные проблемы, которыми они сталкиваются каждый день, они имеют общий характер. И все это упирается в систему, которая сложилась в стране, в систему крайне эффективную экономически. На этом фоне, да, вполне возможно выходить, добиваться, выдвигать политические требования. Тем более, я думаю, что как бы это спекулятивно бы не звучало, но, так скажем, в момент социального напряжения известно, что власть готова идти на какие-то уступки. И дать ей возможность совершить совершенно конкретную уступку в отношении и закрыть эту позорную страницу, на самом деле, да, вот это болотное дело окончательно освобождение всех участников. Попытаться, по крайней мере, это сделать, закрыть ее. Таким образом мы должны дать власти шанс. Если мы будем бороться за освобождение всех узников болотное, мы таким образом дадим возможность власти показать свое человеческое лицо. Вот. Почему говорю, что на этом тоже борьба не должна быть закончена. И что это будет попытка закрыть болотный процесс. Потому что я считаю, что мы должны настаивать на полном всестороннем рассмотрении этого дела. Мы должны говорить о том, кто были истинные виновники побоища на болотной. Нам должны добиваться привлечения их к ответственности. У людей, которые исполняли приказы, у людей, которые приказы отдавали, у людей, которые изначально совершили эту провокацию с расстановкой оцепления милицейского. Очень важно, что болотное дело, оно не должно останавливаться на требовании освободить заключенных. Мы должны требовать полного всестороннего разбирательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова